Как заново встать на ноги, когда ты все потерял и когда ты на дне находишься? Конечно, можно предположить, что человек, который задает этот вопрос, он, наверное, имеет в виду внешние условия, когда во внешних условиях что-то случилось, что-то произошло, то, что вызывает это ощущение, что ты на самом дне и ты потерял все. Ну, например, мы можем потерять семью, так бывает в этом мире, к сожалению. Мы можем потерять деньги, мы можем потерять работу или какое-то дело, мы можем потерять здоровье. То есть в этом мире есть действительно место потерям, и это часть жизни. Нам приходится что-то терять, потому что время — это та сила, которая неудержимо все ведет в будущее, а будущее означает, что что-то разрушается, и что-то созидается, создается заново. Об этом нам важно помнить, что когда что-то умирает, то что-то в этот момент рождается. И если мы проживаем такое время, когда нам кажется, что мы на самом дне, и мы потеряли все, это, конечно же, субъективно можно переживать как смерть. Потому что человек отождествляет себя с теми условиями, в которых находится, и с теми ролями, которые играет, да, с теми людьми, которые его окружают. Наше «Я» поддерживается всеми этими условиями, оно как бы ими формируется. И когда что-то, даже пусть какое-то изменение происходит, даже то изменение, которое, ну, очевидно, влечет за собой какие-то позитивные вещи, но это часто нами не просто переживается. Что-то терять, что-то менять в своей жизни очень сложно, тем более оказаться в ситуации такого кризиса, когда ты все потерял. Конечно, такой человек, скорее всего, будет нуждаться в поддержке. И в поддержке внешней, но и в поддержке внутренней. И внутренняя поддержка могла бы проявиться в том, что всем чувствам, связанным с этой потерей, нужно дать хорошее место. То есть, в буквальном смысле, эту потерю можно и нужно оплакать. Нужно пережить эту потерю, потому что оплакать означает открыться всем переживаниям, сказать «да», любым переживаниям и чувствам, связанным с этой ситуацией, с этой потерей. И в этом «да» будет «да» жизни и «да» новому, которое придет. Знаете, однажды я слышал рассказ одного из коллег, который работал с родственниками людей, переживших потерю в результате авиакатастрофы. Ну, и они собирались в аэропорту, и им нужно было опознавать своих близких погибших во время авиакатастрофы. И он рассказывал, что в этой беседе случилось так, что одна женщина, она, ну, была длинная беседа, и в конце она сказала, спросила моего коллегу, она спросила, «Скажи, пожалуйста, а в моей жизни еще будет счастье?» Ну, такой исполненный отчаяния вопрос и надежды. И он говорит, я ответил, будет, но это будет другое счастье. Не то, о котором ты мечтала, может быть, как ты представляла себе, как все будет. Счастье будет, будет хорошо, но будет по-другому. Я хочу сказать тем людям, которые переживают такой период, когда все потерял, будет счастье, будет хорошо, но будет по-другому. И, наверное, это послание, оно может быть обращено каждому из нас, что действительно, будущее что-то нам готовит, будет по-другому. Но счастье будет, счастье есть, его не может не быть. Мы можем выбрать это счастье. Оно не всегда бывает таким экзальтированным и каким-то таким, знаете, очень активным. Счастье – это природа сознания, природа духа, природа души. Мы можем его выбирать внутри себя, даже тогда, когда больно, даже тогда, когда кажется, что все потерял. Но всегда есть надежда и всегда есть будущее. Давайте же будем открываться этому будущему. Счастье есть, его не может не быть. Счастье есть, его не может не быть. Продолжение следует...